привет друзья сегодня буду собирать зеркало с подсветкой и с подогревом что у меня для этого есть у меня есть светодиодная лента есть блок питания на 12 вольт на 105 ватт и вот такие вот два так скажем сенсорных датчика с подсветка светится синим и красным нажимаешь красный синий я уж не помню вот так то не будут у меня сейчас размещены вот так вот размещены так вот это у нас где-то толщиной 3 сантиметра и по кругу будет профиль как раз под профиль это все спрячется так как у нас это все будет работать я все снимать не буду потому что неудобно логика какая будет сюда у нас придет 220 вольт тут грубо говоря на вход и пойдет на питание вот этих двух датчиков один пойдет у нас нажимаешь будет включаться светодиодная лента включил выключил здесь включил выключил 12 вольт пойдут вот на эту рулюху потому что у меня здесь будет обогрев за счет теплого пола пленочного но я потом покажу все снимать не буду сейчас буду делать потихонечку и заснимать как это все получится я тут как очистить нас на зеркале залива такие штучки есть так вот прямо я прислонил уголок отметил сейчас буду тут нарезать приклеивать так вот куда разместить вот эти кнопочки наверное придется сейчас мне здесь из профиля вырезать потому что если так ставить нам высоковато будет так что сейчас так и здесь вырежу болгарочкой ну сейчас здесь все нарежу пропилю и приклею на силиконовый герметик и начну заниматься пайкой вот этой всей схемы да но прежде всего этого надо сейчас будет разметить где у меня будут кнопки буду стараться при помощи сейчас покажу буду сейчас тут выпендриваться канцелярским ножом каким-то образом здесь квадратики вырезать либо испорчу либо нет буду делать но смотрите за кадром я сделал из профиля раму здесь я вот смотрите вот так вот пропилил чтобы у нас здесь были два датчика это у меня чайчик так вот смотрите как вот у меня получилось ободрать амальгаму вот она может быть не очень конечно красиво но потом уже посмотрим как она будет светиться обдирал в принципе расчертил смотрите вот так вот прислонил и вот так вот я вот это все дело сошкрябал так в полотном принципе вроде что-то получилось сейчас что будем делать сейчас мы будем вот это все дело подключать посмотрим как у нас нет дела светится всем не звук валится так ну все продолжаем собирать по готовности еще до сниму что мне тут получается слышно да как же на семечке же еда но для вас пришла секунда а я продолжаю сборку спустя два дня я столкнулся с очень огромной проблемой ну тут проблемы две конечно одна решилась очень легко вторая не очень ну во первых вот этот блок питания не очень хороший человек он прочь и не работает ладно бог с ним в помойку нашел я вот такой вот блок питания так с одной проблемой одна проблема решилась очень просто а вот вторая проблема я прям голову все сломал смотрите какая вещь так видите датчики уже все у меня разобраны голове тут уже сломал думал что делать сейчас я включу все это дело в розетку но смотрите ребята сейчас сяду удобнее чтобы вам показать вот они как работают если вот видно меня свет включен хоп синий белый синий белый и 2 также белый синий белый синий и вот смотрите какая проблема они мне должны были располагаться с обратной стороны вот я щас к продам прикасаюсь вот так вот параллельно они должны были стоять вот так параллельно и получается что очень близко я сделал вот эти отверстия ниже там через амальгаму вообще сигнал не проходит а проходит только когда снята вот именно зеркальное покрытие амальгама и вот это расстояние сделал очень маленькая потому что видите вот здесь вот вот это короче полоска она не действует получается что вот они тогда особенно когда в корпусе в корпусе сигнал не работал я вот ну как на предыдущем видео видели ну то бишь в этом же видео чуть чуть назад видели они когда рядом стояли через нее не проходит когда я ставлю допустим отдельно вот так вот туда то все отлично работает гол уже сломал и потом решил все таки их разобрать разобрать вроде померил и вроде начали они и 1 и 2 срабатывать сейчас я тогда ну что мне придется сделать наверное сейчас от корпуса так вот вот это все дело отчекрыжу и и продолжу собирать и уже ну потом уже будет уже включение когда немножко все это дело под соберу ну рлюху ну рлюха это у меня придет пойдет на этот на обогрев так что вот вот для этого вот для этого я и снимаю обзор своего творчества как я это сидела собираю что если вдруг кто-то начнет собирать такую вещь на вот этих всех комплектующих да кстати ссылочки на все что у меня здесь лежит все что куплено я оставлю но стоит на самом деле что не очень не очень не очень дорого вот если кто решит вот это все дело собирать своими руками ну вот чтобы не наступили вот на те же грабли на который наступил я разносите вот это кнопочки пошлишь кнопочки такие кстати ничего получили да ребята ладно продолжаю дальше делать ну вот друзья еще прошло пару дней я тут продолжаю счет ли дело доделывать ну в принципе да все я это сделал все у меня заработало осталось навести так сказать фэн-шуй давайте посмотрим что я тут наделал и какая вообще у меня тут логика работы так двухсторонний скотч отклеился я потом все это дело просили коню и так как у нас это все будет работать вот короче у нас сюда приходит у нас 220 вольт это нас блок питания на 12 вольт 3 ампера но советую короче взять блок питания но меня зеркало получается 60 на 80 и когда я вот лента у меня было по трехметровая купленной 3 метровую ленту он короче не смог запустить но с учетом как бы вот этих двух приблуд короче когда включаешь подсветку после короче не запускается но мощности не хватало но когда я все это дело обвязал ну приклеил отрезал там буквально там сантиметров 20 отрезал и блока питания вроде стало хватать ну желательно взять блок питания помощнее так понятно нет сейчас пока все на соплях мне надо было просто запустить что все у меня заработала так смотрим какая вот логика вот у нас два вот этих сенсора 1 2 1 сенсор управляет включением выключением светодиодной ленты второй сенсор у нас включает обогрев зеркала обогрев у нас 220 вольт вот это датчик сенсор у нас 12 вольтовый и поэтому у нас теплый пол ну то работает через релюху и вот смотрите какая логика 220 у нас пришло здесь у нас выходит 12 вольт 12 вольтами мы питаем вот здесь у нас вход вход мы подключаем сюда 12 вольт у нас начинает работать первый и второй сенсор у нас здесь два вывода вход и выход вот 12 вольт мы запитали все он у нас заработал засветилась беленьким нажимаем засветился синеньким и вот через вот этот провод он подает 12 вольт теплый пол через релюху у меня работает на реле подается 12 вольт он щелкает и здесь вот у меня в разрыв идет подключение теплого пола вот он сюда подключен и вот это вот этот провод пошел тоже получается к 220 вот этот 220 подключается через реле и второе уже напрямую 220 подключается ну и светодиодная лента точно также но тут уже работает уже прямо напрямую нажимаем питание через этот провод подается вот этот подключил соплю кинул на светодиодную ленту сейчас я тут все это перепаяю запаяюсь силиконом за силиконю как бы ну конечный вид я уже показывать не буду он как бы смысла нету просто вот эту всю грубо говоря бороду просто сделаем более-менее аккуратно сейчас просто меня прикручено не кручено так что вот в принципе видео все заканчивается так вот светодиодная лента приклеилась держится хорошо стоит копейки у китайцев я еще отжал 150 рублей стоил на помню не помню 400 рублей и 150 рублей еще джал потому что она шла не целиковая вот смотрите вот видите она из таких небольших отрезков спаяна была вот за эту спаечку вот она получается здесь спаяна не тут здесь тоже спаяна ну вот за счет то что вот она была не целиковая спаяна еще 150 рублей я джал моментально денежку вернули потому что мы поняли что это их косяк ну ссылочку и оставлю на все вот эти комплектующие это вообще копейки стоит по моему не помню ссылочку оставлю по моему что чем-то рублей там штук 56 было пять штук наверное в комплекте так что вот но сейчас я отключусь и еще включу ролик зеркало поставлю подключу его к электричеству покажу как вообще это все у нас работает ну вот ребята зеркало и готово все этом сейчас укрепил вот она сейчас у меня включена в сеть потом уже когда будет вешаться единственно что надо будет два провода соединить это вот который идет от блока питания и два провода которые выходят у нас на 220 это от обогрева вот в принципе вот так вот она работает так как бы мне в кадр не попасть идут в одних труселях мы смотрим сейчас даже вот покажу вот смотрите так какая тут у нас слышите это это срабатывает у нас рылюха синим светится ну плохо почему ты здесь плохо видно так включается подсветка но так вот это все выглядит все включается выключается работает все отлично ну ссылки на все комплектующие я оставлю в описании так что всем пока интересно подписывайтесь на канал буду дальше снимать всякое интересное а кстати про анонсирую дальше я буду собирать тумбочку под раковину раковина у меня 80 сантиметров и киевская ну и киев сейчас уже закрыта но тогда раковина такая стоила по моему 15 тысяч рублей я соберу ее сам сам ее сейчас я сейчас сяду и его спроектирую начерчу все это дело и закажу чисто только одни дощечки сам все просверлю прикручу соберу и должно обойтись намного дешевле все теперь точно пока